Привет, друзья, с вами снова я, Олеся Медведева. В этом видео обсудим, что происходит вокруг Запорожской атомной электростанции, а ситуация там, судя по всему, вышла на новый этап. Вчера в итоговом блоге я частично упоминала о том, что там произошло. Впервые, да, я об этом писал энергоатом, и Зеленский заявил в своем видеообращении, произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Официальная причина техническая – из-за пожаров на золоотвалах рядом стоящей ТЭС. Три других же линии связи были повреждены во время обстрелов ранее. Это все, в том числе и по данным наших источников, привело к ситуации, которая очень близка к критической. В Энергодаре пропала вода и свет. На охлаждение активной зоны работали дизельные генераторы. Но, как говорит наш источник, надолго их не хватит. На утро сегодняшнего дня, сегодня у нас 26 августа, абсолютно все энергоблоки ЗАЭС были отключены от сети. А назначенные россиянами власти Запорожской области заявили, что была перебита последняя, четвертая ЛЭП, которая, кстати, вела именно на подконтрольную Украине территорию, и теперь туда поставлять электроэнергию нет возможности. Вскоре после этого последовало заявление Энергоатома, в котором заявлялось, что один из энергоблоков вновь подключили к сети. В Энергоатоме пишут, что сегодня, 26 августа 2022 года, в 14.04, один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосистеме, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет. Подключили, ну для уточнения, к энергосистеме Украины. Впрочем, вот эта вся ситуация, которая произошла вчера и продолжилась сегодня, уже породила предположение, что станция, которую контролируют де-факто россияне, была отключена от украинской энергосистемы на самом деле не из-за обстрелов и не по техническим причинам, а с целью тестирования возможности подключения ее к российской энергосистеме. И вроде как дальше до станции должна приехать инспекция МАГАТЭ. Прям сегодня было сказано о том, что и Киев, и Москва подтвердили, что делегация свободна, может приехать, что все будет нормально. Но ключевой вопрос, который стоит на повестке дня, это, а будет ли дальше работать ЗАЭС? И если да, то на какую энергосистему? Украинскую или российскую? При этом, для понимания, ЗАЭС обеспечивает до 30% генерации электроэнергии в Украине. Эксперт энергорынка Олег Попенко отмечает, если мы лишимся Запорожской атомной, без электроэнергии останутся десятки городов, отключатся водоканалы, то есть речь идет о риске блэкаута целого региона. Другие же эксперты добавляют, что на данный момент, пока еще не пришла зима, украинцы и украинская энергосистема сможет справиться без особого дефицита, даже если ЗАЭС не будет работать. Но к зиме ситуация резко ухудшится, особенно если, ну по каким-то причинам, вдруг начнут выпадать блоки других атомных электростанций, там по причине аварийного ремонта того же останавливаться, разное может быть. Аналитик Юрий Корольчук считает, при таком сценарии под вопросом окажется экспорт электроэнергии в Европу, на который делают большую ставку украинские власти. Более того, придется ее импортировать, но с учетом ситуации на европейском рынке с этим могут быть проблемы. Как я уже сказала, в профильной среде активно обсуждается версия, что отключение ЗАЭС произошло не из-за обстрелов и не по техническим причинам. А на самом деле эти события могли быть связаны с подготовкой к переподключению ЗАЭС к российской энергосистеме. Официально сейчас россияне об этом не заявляют, но ранее со стороны Российской Федерации такие планы озвучивались. Говорили об этом и в Украине. Глава Энергоатома в недавнем интервью для The Guardian рассказывал, что Россия подготовила подробный план по отключению ЗАЭС от украинской энергосети. На случай возможной чрезвычайной ситуации и этот подробный план, опять же таки по словам главы Энергоатома, уже раздали работникам станции. Наш источник в Минэнерго говорит следующее. Россияне для этого, имеется ввиду для переподключения, как раз и восстанавливали ЛЭПы на Крым. Правда их подорвали, было повреждение опор на прошлой неделе, но технические переподключения возможно. Но то, что было вчера и частично сегодня, по словам экспертов, скорее всего, была тестовая операция, ибо на непосредственно переподключение понадобится больше времени, от двух до трех месяцев. Но и с этим моментом тоже могут быть проблемы. Руководитель исследовательских проектов НТЦ «Психия» Геннадий Рябцев говорит, что переподключение в принципе возможно, но технически это сделать очень непросто. Для этого, во-первых, нужно иметь больше ЛЭП для соединения с Крымом и Россией, и эти ЛЭП должны быть защищены от подрывов. Что значит переподключить? Это нужно, чтобы диспетчер в условном Ростове или еще где-нибудь контролировал все процессы на ЗАЭС, и была бы физическая связь станции с российской энергосистемой. Через Крым возможность такой связи есть, но там только одна линия, достаточно одного прилета и никакого подключения уже не будет. То есть, в теории подключение запорожской станции на российскую энергосистему возможно, но стабильность работы можно обеспечить только в случае его полного контроля над Херсонской и Запорожской областями, а у Российской Федерации его нет. В экспертной среде также обращают внимание на то, что вот эта нынешняя ситуация с запорожской атомной электростанцией как-то уж слишком совпала с намечающимся визитом инспекции МАГАТЭ. Напомню, этот визит товарища, простите, господина Гросси должен состояться 5 сентября. Но не исключено, что миссия может ускориться и прибыть уже на следующей неделе. Об этом сегодня заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль. Юрий Корольчук, аналитик, считает, что россиянам выгодно, чтобы этот визит миссии состоялся, причем как можно быстрее. Ведь, по его мнению, она позволит россиянам легитимизировать свое присутствие на АЭС. Не исключено, что на станции появятся еще и представители Росатома как третьей стороны. Таким образом, будет предпринята попытка легитимизации присутствия россиян на ЗАЭС. Вряд ли российская сторона согласится уйти с территории станции. Скорее может идти речь о некоем переговорном процессе и о том, что люди Росатома будут обеспечивать контроль безопасности. При этом для МАГАТЭ как раз это и главная стабильная работа объекта и нивелирование угроз. Наш источник Минэнерго говорит о том, что россияне могут попытаться переподключить к российской энергосистеме станцию еще до визита инспекции. Им это было бы выгодно, чтобы комиссия МАГАТЭ приехала и сказала, что все работает нормально, то есть как бы осветило бы переподключение станции на Россию. Хотя трудно сказать, насколько технически возможно провести переподключение в столь сжатые сроки. В связи с вот этой гипотезой возникает вопрос, каково Украине в случае чего будет без этой станции, без электроэнергии, которую она генерирует. Одни говорят, что поскольку Украина в связи с войной лишилась огромного количества предприятий, производств, которые требовали очень много электроэнергии для своей работы, для производства какой-то продукции, то в принципе можно обойтись и без электрогенерации ЗАЭС. И действительно сейчас украинская энергосистема вроде как справляется, покрывает как внутренние потребности населения, так же часть электроэнергии экспортирует. Но все может измениться, ибо зима приближается. Юрий Карольчук по этому поводу говорит, зимой, особенно если будут морозы, баланс уже может выйти в ноль или даже в минус, особенно в случае выпадения энергоблоков на других АЭС. И тогда встанет вопрос не только остановки экспорта, но и начала импорта электроэнергии. Вот только непонятно, смогут ли нам обеспечить поставки европейские страны. С учетом энергокризиса в Европе и огромных цен там на электроэнергию никаких гарантий поставок нет. Другой эксперт Олег Попенко видит здесь еще одну более серьезную проблему. Есть риск масштабных блэкаутов, когда без света воды и канализации могут остаться десятки городов, допускает он. Наш источник Минэнерго говорит по этому поводу следующее, что, мол, в украинском правительстве в таком случае, если действительно произойдет переподключение, остановят экспорт электроэнергии. Эти расчеты основываются на ситуации, которую мы имеем сейчас. Если же, например, будут нанесены удары по энергетической инфраструктуре или зона боевых действий дальше будет расширяться, то ситуация может стать гораздо хуже. И в правительстве, опять же таки, по словам нашего источника, надеются на то, что электроэнергии всем хватит, даже без АЭС, по той причине, которую я уже озвучила. Многие предприятия, которые ранее использовали огромное количество электроэнергии, сейчас просто не работают. Но в случае, если ближе к зиме потребности населения, да они и так вырастут однозначно, а также оставшиеся промышленности будут такими, что их будет сложно покрывать, в таком случае под большим вопросом окажется экспорт электроэнергии в Европу. Вот такая вот ситуация, друзья мои, за которой мало того, что мы, а еще и большая часть Европы и Америки наблюдает. Все беспокоятся. Атомная станция. Посмотрим, что там скажет инспекция МАГАТЭ, когда приедет на ЗАЭС. Проанализируем и все расскажем вам. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Сегодня мы с вами еще обязательно увидимся. Будем подводить итоги уходящего дня. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на наши каналы в Ютубе. Это Страна Ю и Ясно Понятно в Телеграме канал Политика Страны. Увидимся. Пока. Продолжение следует...